В городском округе прошло благотворительное мероприятие «Путь к звездам». Дети из социальных учреждений Московской области, а также из республик Донбасса, посетили научно-производственное предприятие «Звезда». Познавательную экскурсию организовал благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток». Наша съемочная группа присоединилась к этой встрече. На предприятии «Звезда» дети – гости частые. Сотрудники научно-производственного комплекса охотно проводят для них экскурсии. На этот раз двери уникального завода открыли для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще одна группа – мальчики и девочки из Донецкой и Луганской народных республик. Музей и демонстрационный зал посетили 40 человек. Признаются, этот визит запомнят на всю жизнь, ведь такие экспонаты не увидишь больше нигде. Я впервые увидела катапультирующие кресла, также я впервые увидела скафандры для собак. И я впервые увидела, в каком положении космонавты вылетают в космос. Это было очень интересно, захватывающе. И благодаря рассказу космонавта еще мы узнали некоторые подробности, которые бы, наверное, экскурсовод нам никогда не рассказал. Такой подарок и уникальный шанс стать ближе к космосу ребятам предоставил благотворительный фонд «Исток». Его президент Екатерина Багдасарова тоже приняла участие в экскурсии. Вместе с детьми ознакомилась с работой единственного в России предприятия, производящего индивидуальные системы жизнеобеспечения летчиков и космонавтов. Я уверена, что вы узнали много нового сегодня. Да или нет? Да! Мы очень рады. Мы все знаем, что 12 апреля 1961 года произошло грандиозное событие. Юрий Гагарин совершил полет в космос и началась эра освоения космоса. И наша задача не только беречь память о покорителях космоса, но и чтить мужество сегодняшних космонавтов. Непростая у нас сейчас ситуация. Надо всем держаться вместе, поддерживать друг друга. И я, прежде всего, желаю вам всем, конечно, светлого и хорошего будущего. В этом году «Звезда» отметит круглую дату. 2 октября ведущему научно-производственному предприятию исполнится 70 лет. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.